Физкульт привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре невероятная Билли Айлиш и ее впечатляющая трансформация на 15 килограмм! Как Билли превратилась из милой пухляшки в роковую фитоняшку? Давайте обо всем по порядку! Вы на канале FitStarsGirls, и мы начинаем! В 2020 году хейтеры Билли Айлиш в один голос критиковали ее за избыточный вес на снимках в майке и шортах. Мы не беремся судить певицу за ее полноту, но не разбираться в этом, как ей удалось похудеть, тоже не можем. Мы разложим все от и до по полочкам и на примере Билли расскажем вам, как, несмотря на колоссальное социальное давление, можно привести себя в форму. Для начала мы хотели бы поведать вам небольшую историю героини выпуска. Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе. То есть сейчас ей всего 22 года! Невероятно, что в таком юном возрасте она обладает мировой славой и является настолько успешным исполнителем. Билли росла и воспитывалась в творческой семье. Ее мама актриса, а отец музыкант. Вероятно, помимо усердного труда девочки, на ее становление повлияли как гены, так и воспитание родителей. Они отдали девочку в Лос-Анджелеске детский хор в возрасте 8 лет, а уже через 3 года талантливая певица начала писать свои собственные песни. В возрасте 12 лет Билли мечтала стать профессиональной танцовщицей, но когда попала в коллектив, она почувствовала себя недостаточно красивой на фоне других девушек. Вероятно, Билли могла столкнуться с буллингом в свою сторону, но об этом история умалчивает. Но факт того, что неуверенность по отношению к своей внешности уже на тот момент послужила формированию комплексов, наша героиня не отрицает. Судьба танцовщицы сложилась так, что врачи запретили ей заниматься танцами после травмы бедра, и вдобавок поставили ей диагноз гипермобильности суставов. При этом диагнозе ей пришлось отказаться от большинства физических нагрузок из-за врожденной склонности к вывихам и растяжениям. Одежда, которую приходилось надевать для танцев и выступлений, казалась нелепой. Новоиспеченная певица в повседневной жизни начала носить оверсайз одежду, чтобы публика не могла дать оценку ее фигуре. Этого же стиля одежды Билли придерживалась долгое время. С приходом популярности и узнаваемости в ее жизнь количество поклонников и папарацци, конечно же, увеличилось. А вот подростковые комплексы по поводу фигуры и внешности оставались все теми же. Спортом заниматься нельзя. Со стороны постоянное давление и стресс, а стресс, как известно, проще всего заесть, все эти факторы привели нашу героиню к весу более 73 килограммов при росте 163 сантиметра. Другой на месте бы точно сдался и стал есть все больше и больше, но Билли не опустила руки и начала свою трансформацию. Как же нашей любимой певице удалось похудеть и превратиться из беляша, как называли ее недоброжелатели, в сногсшибательную красотку? Поскольку тяжелые физические нагрузки были противопоказаны, ключом к победе над лишним весом стало питание. Певица с рождения была вегетарианкой, а в возрасте 12 лет стала веганом. Любимые блюда Билли Айлиш – это тофу, буррито с халапеньо, ромен и картошка фри. Одним словом, не самые полезные продукты. Но певица не отказалась от удовольствий, а лишь скорректировала диету вместе со своим тренером и диетологом, высчитав нужное количество суточной нормы белков, жиров и углеводов. По сути, не важно, что ты ешь, главное – это сколько. Диетолог выстроил систему питания для Билли таким образом, чтобы создать дефицит калорий, но при этом не убирая ее любимые продукты полностью. Похудеть можно и на чипсах с колой, если вы грамотно все рассчитаете. Кстати, для этого не обязательно идти к диетологу. В интернете множество калькуляторов, благодаря которым вы можете рассчитать свою дневную норму калорий, исходя из вашего образа жизни, активности, веса и так далее. Просто придерживайтесь нормы и худеете. Все легко. А что делать, если буррито съесть хочется, но дневную норму калорий мы уже съели? Все правильно – добавить активности в наш день. Вместо тяжелых тренировок в зале Билли выбрала активный образ жизни. Все просто – мы двигаемся, а калории тратятся. Прогулки на свежем воздухе, легкие пробежки, велопрогулки, плавание – все это певица мощно интегрировала в свою повседневную жизнь. Что мы и рекомендуем вам. Вместо автобуса пройдитесь пешком до работы. Вместо воскресных шашлыков сходите с родными на прогулку в парк. Все это намного полезнее, а еще и сжигает калории. Похудение Билли Айлиш не было мгновенным. Певица теряла примерно по 6-7 килограмм за год, что привело ее с 70 с плюсом к заветным 56 килограммам за два года. Конечно, если бы у Билли была подписка на fitstars.ru, то похудение прошло бы намного быстрее. Ведь там более 130 программ тренировок от лучших тренеров для любого уровня подготовки, а также самые вкусные и полезные рецепты для похудения. Не будь как Билли. Переходи по ссылке в описании и худей на fitstars. Это просто и эффективно. И не забудь промокод на скидку 70%. Что мы имеем в итоге? Была обычная девчонка, которую всю жизнь травили из-за лишнего веса. Но несмотря на это, она стала не только супер популярной, но и супер привлекательной. Сейчас Билли выглядит на все 100, а хейтеры кусают губы. Это отличная мотивация для всех нас, друзья. Уделяйте больше внимания на свою жизнь, не издевайтесь над слабыми. Помогайте им, добавляйте больше активности в свою жизнь и не забывайте о вкусном буррито на выходных. В комментариях расскажите о том, чем любите побаловать себя, когда не видит тренер. Какое ваше самое любимое читмил блюдо? У меня лично сухарики, три корочки с семгой и сыром. И спасибо за лайк. До новых встреч, друзья!